Не успело закончиться первой неделе весны, как главам районов и управляющим компаниям было порочно ускорить уборку и вывоз снега, а также сформировать круглосуточные аварийные бригады со спецтехникой. Это связано с неутешительными прогнозами на конец марта. Все мы помним, какая заснеженная выдалась зима и какое большое количество осадков выпало за столь короткий период. Именно по этой причине могут возникнуть серьезные проблемы с подтоплением. На этот раз паводок может быть необычайно сильным, поэтому компетентные службы заранее принялись за решение назревающей проблемы, дабы облегчить жизнь гражданам. Причинами паводка могут быть обильные, скажем так, выпадения осадков, то есть это явление может быть и вне сезона, но есть понятие весенний паводок, то, что мы чаще всего половодим называем. Вот весенний паводок, он связан с обильным таяем снега, с дождями тоже может быть связан. И в этот период, чем больше снега, соответственно, тем больше приходят воды в водные объекты, потому что идет скат, часть воды впитывается, естественно, в почву, а часть скатывается. Паводок явление не сезонное и нерегулярное, которое может произойти когда угодно, например, из-за обильных осадков. В случае с паводком уровень воды в реке поднимается резко, неожиданно и на короткое время. Весеннее половодие характерно только для определенных природных зон, занимающих большую часть России. Но где-то иной климат диктует свои правила. Так, на Дальнем Востоке зимой сухо, а летом влажно. Соответственно, у рек вместо снегового преобладает дождевой тип питания, и половодие происходит в летний сезон. В отношении Казани, конечно, наиболее сильно половодие оказывает проблемы в местах, где пойменные участки, скажем так, застроены или пойменные участки сильно трансформированы. Ведь пойма изначально направлена на то, чтобы принять вот этот весенний разлив. То есть во время весеннего разлива, соответственно, затапливается пойма. Но если она застроена, сужена, как это нередко наблюдается на многих реках, условиях, городов, то, соответственно, это вызывает проблемы, и тогда вода начинает идти в другую сторону. Огромные массы снега, оставшиеся на улицах города и дворах жилых комплексов, это осадки того объема, который выпал за зиму. В отличие от снега, который убирают с дорог, он не несет в себе никакого вреда для почвы, так как не подвергается химическому воздействию. Основная часть снега вывозит на снегоплавильные пункты, где вся талая вода подвергается очистке специальными веществами, чтобы в итоге получилась чистая вода. Как раз к вопросу о том, какие необходимо меры принимать, то есть меры, которые нужно делать для того, чтобы не было последствий весеннего паводка, последствий половодия для жителей именно, это то, чтобы не допускать застройки затапливаемых низких земель, то есть то, что мы называем затапливаемые, это, как правило, пойменные участки. То есть то, что природой создано для разлива реки, вот это надо обязательно сохранять. Поэтому сложно избежать негативных последствий паводка, если застраивают эти территории. В случае резкого потепления от паводка может пострадать более 1200 граждан Казани. Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин. Он отметил, что паводок и потопление ожидается в третьей декаде марта. Между тем, синоптики сообщают, что резкого потепления не ожидается, но это лишь прогноз. Потопление при неблагоприятном раскладе и резком повышении температуры возможно в жилых массивах Борисоглебская, Сухая река, Савинова, Красная горка, Ягодная слобода, Салмачи, Первомайский мирный и ряде других. Пострадать также могут дороги, дворовые территории, подвалы многоэтажек. Площадь потопления территории Казани может составить 12,6 квадратных километров, куда попадают 386 домов. Матвей Калашников, Резида Каримова, Универ Новости.